Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы посмотрим игру, которая называется Великий Султан. Так, это что такое? Так, ну давайте вот так попробуем. Аида, Аким. Слушайте, я поменяю нафиг. Давайте-ка мы назовем себя как обычно по стандарту, ребята. Вот так. Слушайте, а это мы, видимо, выбираем, как будем выглядеть. Я думаю, вот нет. Черт, а как же лучше-то. Давайте вот это вот. Поехали. Стар и болен Великий Султан. С небес, словно охваченных печалью дурного предзнаменования, идет холодный осенний тофть. Болезнь протекает так стремительно, что скоро он уже не смог самостоятельно быть. С тяжелым сердцем Султан отправляет гонца к своему сыну. Кто ты и что ты здесь делаешь? Вам срочно необходимо вернуться со мной во дворец, мой господин. Дело не требует отлагательств. Что же случилось? К чему такая спешка? Ваш отец. Ему осталось совсем недолго. Как ты, отец? Скажи мне, что все хорошо. Жизнь покидает мое бренное тело. Пришло время тебе занять мой трон. За что нам такое горе? Ты же еще так молод. А что? Что, если я не готов, отец? Сын мой, я больше не нужен тебе. В тебе есть силы стать величайшим из султанов. Ты справишься. Ты обязательно справишься. Отец, я никогда не забуду тебя. Все надежды империи обращены к юному принцу. Сможет ли он стать достойным правителем? А может, станет великим? А с восходом солнца нового дня Тысячи солдат уже присягают на верность новому султану. Важные новости, мой господин. Говори же, Паша, я внимательно слушаю. Византия планирует атаковать наши границы. Их отряд уже в половине дня пути к одной из наших крепостей. Крепость не выстоит в одиночку. Необходимо отправить подкрепление. Конечно. И я бы хотел, чтобы ты лично позаботился о ее обороне. Это честь для меня, мой султан. Мой султан, позвольте заметить, что армия остро нуждается в новых рекрутах и провизии. Прошу вас принять необходимые меры. Ну что же, ребятушки, давайте будем разбираться потихоньку. Столица приветствует вас, мой султан. Пожалуйста, проследуйте во дворец. Советникам необходима ваша помощь в решении некоторых вопросов. Так, хорошо, нам нужно во дворец. Ждем ваших указаний. Советник Мелик отвечает за сбор основных ресурсов, обеспечивающих мощь нашей империи, а также за обучение солдат. Сборщики дани готовы к походу. Мелик. В игре существует три основные вида ресурсов. Золото, продовольствие и солдаты. Сбор ресурсов осуществляется путем нажатия на эту кнопку. Со временем количество попыток сбора станет больше. Провиант. Собираем. И солдаты. Теперь у нас есть все, что нужно для победы. Так, завершение обучения. Поступило сообщение об атаке на одну из наших крепостей. Мой султан, мы срочно ожидаем вас в штабе. Сожалеем, но мы не смогли удержать этот замок. Вы подоспели как раз вовремя. Атакуем сейчас же. Так, атака. Йо-коламане. Здесь вы можете найти информацию о состоянии вашей армии и армии неприятеля. Здесь можно проследить за ходом сражения. Кнопка «Закрыть» позволит вам в любой момент покинуть сражение, начиная с 50-го эпизода. Компания. Компании вам станет доступна пушка, одно из самых разрушительных оружий современности. История ваших сражений будет записана и сохранена. Йо-моё. Оу, по-моему тут разбомбили, да? Мы победили? Мой султан, как вы смотрите насчет того, чтобы наказать наглеца, осмелившегося, вторнуться в наше владение? Мануэль. Хе-хе. Так, нажмем бой. Смеете вы напасть на нас без объявления войны? Вам известны последствия. Что? Султан послал тебя командовать этим сбором, который вы называете обороной? Так, атака. Ребят, вам не кажется, что слишком как-то громковато? Оу. Беги к своему султану и скажи ему, что я скоро приду за ним. Что ж, ваших сил пока еще недостаточно, но сейчас мы исправим это недоразумение. Ха-ха-ха. Давай исправим. Он вел вас, мой господин. Так, Махмед, не волнуйся, все пока под контролем. Ваше величество, позвольте заметить, что ваше задание было невыполнимым. Мы не учли истинного размера армии неприятеля. Мелик, а вот за это ты можешь быть наказан лично мной, чтобы впредь больше такого не было. Я надеюсь, мы поняли друг друга, да? Нам стоит позаботиться о пополнении наших рядов новыми солдатами. А я о чем тебе говорил. Вот этим ты как раз и займешься. Давайте попробуем улучшить некоторые параметры наших советников. Это должно помочь нам справиться с Мануэлем. И вам здравствуйте, ребята. Так, правильный подбор и развитие советников – залог ваших побед и благополучия империи. Пияли. Да здравствует султан. Привет, пияли. Так, что ты мне можешь о себе рассказать? У каждого из ваших советников есть четыре вида атрибутов – тактика, наука, политика и культура, каждый из которых влияет на определенные параметры игры. Тактические умения советника, например, влияют на военную мощь вашей армии. Понял. Научные умения влияют на эффективность производства золота в ваших провинциях. Политические умения влияют на эффективность производства продовольствия в ваших городах. Ну а значение культуры определяет количество доступных для обучения новобранцев. Влияние 80, тактика 20, наука 20, все, короче, по 20 везде. ПВП уровень 1. Стоимость улучшения 0.2. Текущий эффект. Крит шанс 0.35%. Крит урон 100%. Эффект улучшения. Крит становится 0.7%. А крит урон не повышается, к сожалению. Мой султан. Теперь советник пияли готов отомстить нашим врагам. Не пощадим никого. Да, уж эти ребята восточные бои. Вы так добры ко мне, повелитель. Не стоит благодарности. Я надеюсь, ты меня не подведешь, Махмед. Иди и приведи его. И на этот раз пусть лучше у тебя все получится. Я не подведу вас, мой султан. Компания. Мой султан, как вы смотрите насчет того, чтобы наказать наглеца, осмелившись. Ну, я понял. Давай попробуем наказать на этот раз. Пикнуть даже не успел, ребята. Славные новости, мой повелитель. Нам удалось пленить мятежника и его офицеров. Отличная работа, пияли баша. Вам удалось добиться мира. По крайней мере, в пределах границ нашего влияния. Пора взглянуть на то, чего мы достигли. Давай-таки, Ли, посмотрим. Завершение обучения. Получаем с вами 100 кристаллов. Рад сообщить, что ваш авторитет среди народа крепнет день ото дня. Думаю, теперь нам пора позаботиться и о расширении границ империи. Боевой дух наших воинов высок, а советники же мудрые, опытные. И осторожны. Теперь наша армия достаточно сильна. Нам покорится весь мир. Добро пожаловать в игру. Следите за новостями. Тыры-пыры, трали-вали. Ну что ж, ребята. Обучение мы с вами прошли. Теперь давайте действительно разбираться. Ух, ё-моё. Это, ребята, наш город. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Награды. Какие-то у нас есть награды. Так, очки арены, бракосочетания, важные решения, репутация империи. Понятно. Так, что у нас вот здесь? Вот 7 дней. На второй день новый советник. Ага. А сейчас я могу получить вот это вот, ребята, всё. Амулет удачи. Серебряное кольцо. Используется при вступлении в брак младших, средних и старших принцев и принцесс. Используется для восстановления силы. Используется для восстановления энергии. Дополнительные попытки обучения наследников. Ну, это голда. И один из основных ресурсов это солдаты. 10 тысяч солдат. Также печать ПВЕ. Дополнительные попытки ПВЕ сражений. Получаем, ребята. Отлично. Ну, а это... А это что такое? Это уже завтра я столько смогу получить? Ну, неплохо. Так, что ещё у нас есть? У нас есть, смотрите, гарем. Рейтинг. Прогулка. Но это всё у нас пока закрыто. Почта. Что-то у нас на почту пришло. Сюрприз третьего дня. Ну, давай получим. Джана. Вот и наш обещанный сюрприз, мой дорогой султан. Желаем тебе приятного дня. Спасибо. Так, мой султан, вам письмо. В благодарность за то, что на протяжении всех этих дней вы были столь любезны с нами, мы, посоветовшись, решили приготовить вам подарок. Начиная с 21 августа на протяжении целой недели и каждый день ожидайте приятный сюрприз в вашем почтовом ящике. Мы все скучаем по вам, о, великий султан. Пожалуйста, заглядывайте к нам в гарем чуть почаще. И, пожалуйста, не забывайте следить за новостями. Добро пожаловать в игру. Так, это что у нас такое? Печать командора. 100 тысяч солдат. Случайный талант плюс 100. Так, карта смены имени, понятно. И купон богатства. 10 тысяч золота. Неплохой бонус, ребята, я считаю, да? Ну что же, все здесь пока понятно. Смотрим дальше. Гадание. Взгляни судьбе в глаза. Вы еще не испили кофе, мне пишут, ребята. Так, мой султан, сегодня у меня для вас приготовлен особый аромат. Я вижу в твоей чашке прекрасного коня. Мой султан, конь, знак того, что скоро сбудется ваша сокровенная мечта. Ну, спасибо, дорогая. Спасибо, утешила. Так, гадание мы с вами провели. У нас есть фронт, о, дворец. Ждем ваших указаний. Так, сборщики Дани готовы к походу. Необходимо ваше решение по ряду важных вопросов. Ну, давай, ходжас. Мой султан, под руинами старого замка нам удалось найти хорошо спрятанные сундуки, полные золота. Как поступим с обретенным богатством? Отправим в казну или же раздадим жителям города? Вопрос, конечно, интересный. А что будет, если мы раздадим жителям города? Так, что вот это за значок такой? Что он обозначает? Мой султан, потребление продовольствия нашей армии несколько больше, чем мы ожидали. Хотите ли вы сократить рацион солдат на ближайшие несколько месяцев? Не хочу. Мой султан, несколько отрядов наших воинов взбунтовались и бежали из города. Нужно ли немедленно организовать дополнительный набор новобранцев? Думаю, что нужен. Так, дополнительные попытки принятия решений. Больше нет, ребята. Так, ребят, секундочку. Я не могу. Мне, может быть, конечно, кажется, но уж больно как-то мне громко это все слышать. У меня аж прям уши закладывает. Можно здесь как-то сделать потише немножко звук? Звук. Блин, где тут настройки-то? Я не вижу, ребят, никаких настроек. Неужели нельзя? Что ж, придется тогда, ребят, наверное, терпеть. Пятерка. Что за пятерка? Позвольте мне разобраться с этим лично. Ага, это можно получить, ребята. Каджасис. Каджасин, точнее. Аздемир. Это воины. Видать, какие-то легендарные, потому что нужны вот специальные какие-то значки. Хм. Понятно. Что такое восстановление сил? Тут все у меня моргает. Восстановление сил в три раза... Три раза собрать золото. Ну, давай, заберем. Собрать. Тут тоже собрать. И тут тоже собираем. А, три попытки мне на все это, ребята, дается. Так, отлично. Так, восстановили якобы силы. Рейтинг. Что у нас тут в рейтинге? Султан Фуркан. Хе-хе. Понятно. Компания, близость. Далек я пока еще от этого. Гарем закрыта. Фронт. Вот Академия открыта, ребята, у нас. Выбор советника. Ага. Выбор советника, ребята. Я даже не знаю, но... Пускай будет пияли. Куда это я его отправляю? Что-то я не понял. Автообучение станет доступно, начиная с пяти мест. Или с пятого места. Награды. Ну, это не то. Это я, ребята, я еще пока разбираюсь. Вип. Привилегии покупки. О-о-о. И герцог. Влияние 24. Это первые покупки. И это ж, наверное, бабла немерено будет стоить. Пока перебьемся, ребят. Дворец. Сборщики Дани готовы к походу. Сборщики Дани готовы к походу. Что-то я не могу понять. Что у Ходжаса, что у Мелика. Все одно и то же. Золото. Провиант. И солдаты. Ну, и по последней попыточке, ребята. Все. Здесь больше мы ничего сделать не можем. Так. Фронт. Давайте посмотрим, что за фронт. Охотничьи земли. Пиратская крепость. Экспедиции. Это у нас, ребята, пока недоступно. Все. Будет через... Тут через 9 часов доступно. А здесь через 17 часов. Победитель не определен. Заманчиво. Заманчиво. Так. Компания, ребята. Ядрит тебя на корень. Это, я так понимаю, я? Или где я вообще, а? Я-то тут где? Может быть, меня здесь еще вообще нету? Новый век. Проклятие кого? Дракулы? Балканские ветра. Железные врата. Врата Вены. Окно в Европу. Восточное господство. Исламская география. Начало пути. Рождение империи. Уровень с 1 по 20. Эпизод 1. Так. Я не могу понять. Вот это мой город, да, ребята? Урл, да. Так. Схватка, атака, прогресс. Ну, давай атакуем, посмотрим, ребята. Эгейская компания 1. Замок Урса. Пья ли, Паша? Ты уже передал мое послание Александру? Да, мой господин, но нам не удалось убедить его сдаться. Будет жаль, если нам придется разрушить такой великолепный замок. Ого. Так, понеслась, ребята. Победа. Ха. Оу, это столько волн нужно пройти. Ой, я, по-моему, погорячился, ребят. Отлично. Смотрите, ребята, тут волны. Так, у меня 113 силы. У него 106. Опа, у него силы-то растет уже 108, ребят. Так, мы победили. Мы уже перед воротами замка, ребят. Ай-яй-яй-яй-яй. 112 силы у врага. Отлично. 114, ребята. Пушки. Неплохо. Давай еще. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да ладно, мы что, победили, что ли? Походу же дело, да, ребята, мы победили. Пушка, пушка, чего там? В 50-й главе. Так. Компания состоит из множества локаций, поделенных на уровни. Проходя которую, вы обеспечите экспансию Великой Османской империи. И, конечно же, заработаете немало опыта и славы. И наград. Главы. Чем сильнее ваше войско при попытке наступления, тем выше шанс на победу. При завершении каждой главы есть шанс получить книгу атрибутов. Босс. Все ваши советники по очереди атакуют босса, понижая уровень его здоровья. Каждый советник может атаковать только один раз. В течение суток счетчик атак сбрасывается в полночь. Вот так вот, ребята. Слушайте, ну я могу, в конце концов, армию-то себе как-то увеличить. Или вот у меня как есть, так и должно быть. Ну давай посмотрим, что здесь у нас получится. Мои верные воины, это только начало. Приготовьтесь к следующему сражению. Ха-ха-ха, тебе должно быть сложновато командовать этим сбродом, говорит мне Александр. Возьмите его живым. Так. Да, этого нахала нужно взять живым, ребята. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ребята, смотрите, у него 204 силы, а у меня 113. Ох, не знаю, что у нас тут получится, ребята, не знаю. Мы проиграли. Мы проиграли, ребят, по-моему. Нет. Ха-ха-ха. Черт. Смотрите, у меня 100 солдат, а у него 2200. Для меня что-то раздавят просто-напросто сейчас. Все. Мой султан, для того, чтобы захватить этот замок, нам понадобится больше сил. Больше сил нам понадобится. А как мне это сделать? Как мне набрать больше сил, а? Вот это меня интересует сейчас, кстати, очень даже. Так, я могу отсюда уйти вообще? Нет? Могу, ребята, могу. Так, Академия, всё. Так, что же мы можем сейчас с вами сделать тогда? Построить, я так понимаю, ничего не могу, но у меня есть достижения. Труд и упорство. Забрали. Так, здесь мудрый правитель. Могучая армия. Так, сельское хозяйство мы тоже с вами здесь сделали. Ой, тихо, тихо, тихо. Магистр финансов. Так, отлично. Много чего наполучали. Теперь давайте посмотрим наш инвентарь. Редкие, уникальные. Это же, наверное, как-то можно одевать, наверное, ребят. Магазин. А, это магазин реальный, да? Так, 60. Купон богатства. Это всё за гемы. У нас 130 гемов, ребята. Слушайте, а вот это неплохо, что можно за гемы здесь покупать. Гемы, я так понимаю, можно зарабатывать в игре. Без доната. Так, арена тоже у меня пока закрыта. Как-то здесь... Да я уже пил, пил. Да-да-да, спасибо. Посмотрю судьбе в глаза как-нибудь потом. Осада. Загрузка ресурсов интерфейса. Ну... Так, ситуация требует возведения лучших защитных укреплений, мой господин. Откройте для получения печати командира первого уровня и буклета атрибутов. Войти. Получает адамантовый ящик. Так, я так понимаю, что я ничего здесь не получаю. Я ноль. Без палочки, ребят. Ой, по-моему, здесь есть наши, да. Миу-Миу. Олимп. Крым. О! Крым бы я хотел бы вступить. Ребят, для меня пока это непонятно, что здесь происходит. Как-то без моего все время участия, ребят, вообще. Видимо, идет тут... Так, в дворце... Во дворце опять что-то хотят от меня. Так, ну вот. Это же, я так понимаю, ребята, моя армия, да? У меня 31 тысяча солдат. Почему тогда на осаду у меня идет всего лишь 100? Вот это я не могу понять, если честно. Хорошо, в академии у меня до сих пор еще учатся, так? Да, через 2 часа 50 минут он завершит свое обучение. Так, что же мне еще-то можно здесь сделать в конце-то концов? Восстановление сил. Задание выполнено. Богатый урожай выполнено. Честь и слава выполнено. Так, возвышение пияли. Получить 10 уровень для пияли. В разработке. Задание. Так, улучшить советников. Улучшить советников. Сбор золота. Активность 10, опыт 10. Сбор провианта. Так, ну это, ребята, все еще нужно нам сделать, доделать. Так, сбор провианта. Это все у нас сделается во дворце. Ждем ваших указаний. Вот здесь это все делается. Единственное, я не знаю, как нам увеличить прирост, например, тех же самых солдат или провианта. Неужели я вот так вот должен тупо 3 попытки израсходовать и все? Так, дополнительные попытки применить недостаточно предметов. Так, это фронт. Это еще, ребята, я разбираюсь. Все еще разбираюсь. Карты. На 30 дней. Понятно. Лайкнуть. Защитить. Слушай, что нужно для Альянса, например? Любое занятие интереснее и эффективнее, если им заниматься в компании хороших друзей. Только так можно ощутить вкус настоящих побед. Привилегия титула отважной. Нет, спасибо. Пока мне это не нужно. Что такое МИД? Управляйте дипломатическими взаимоотношениями с иностранными государствами и обеспечьте сохранность границ и процветание империи. Активировать одного посла. Да что меня все сюда-то выкидывает, на эту карту? Что за... Неужели мне нужно пройти компанию эту? Так, арена. Активирует 15 советников. Сражайтесь с советниками других султанов, занимайте призовые места и получайте награду. И опять меня сюда выкидывает. Так. Хорошо, давай. Могу я вот сюда напасть? Нет. Только сюда. Хорошо. О, ребята, вот у меня нормуль. Армия теперь хороша. Ха, разорвали. 12... А, 128 тысяч солдат у меня, ребят. А ну-ка. Ай-ка, хорошо. Нормуль. Так, сейчас будут пушки, да? Замечательно. Последняя волна, ребят. Мы взяли. Так, замок 3. Ох-охошечки, хохо. О, поверитель. Кажется, сломить оборону замка будет нелегко. Может, попробуем проникнуть через точный канал? Так. 95 тысяч у меня, ребята, армии. Так, забомбили. Моя армия все меньше, меньше и меньше. Ох, сколько еще волн, ребята. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Так, здесь тоже порвем. Ага. Так, 3750 воинов у него. Ну, давайте. Последние две волны, это у нас пушки. Ай-яй-яй. 33 тысячи воинов у меня, ребята, осталось. Ну, что такое? Взяли. Ох, ребята, тут еще замок такой, потом пятый и в конце урл, да. И у меня, извините, 21 тысяча солдат всего лишь-то осталось. Слушайте, надо как-то это исправлять. О, задание. Так, давайте вот это вот мы с вами заберем. Опа, сундучок, ребята, горит. А что вот это такое? Ай. Не посмотрел, не почитал. К сожалению. Так, достижения. Ну, хорош грузиться-то, три часа. Магистр финансов. Сельское хозяйство и могучая армия. 15 тысяч, да? Солдат мне еще дали. Все равно этого мало. 36 тысяч воинов. Не прокатит. Не прокатит, ребята. Так, давай мы с вами... Так, в Академии все нормуль. Здесь нормуль. Во фронте нам пока делать нечего. Какая-то еще прогулка, елки-палки, праздник. Так, ну, нам нужно, ребята, пройти в любом случае компанию. Ну, и сколько ты мне дашь? Сколько, вот, например, солдат? Всего лишь 133 солдата, да? Ребят, ну это смех на палке. Ну, что это такое, а? Где магазин, где я могу покупать солдат? А, ребят, кто мне скажет? Или здесь такого нету? А должно быть. Так, Академка, тут корабли, фронт. Слушайте, а компания... А, ну, фронт, да, это где вот у нас идут корабли вот эти вот. Так, один раз в день или больше при условии использования печати ПВЕ каждый заветник может выехать на охоту, по успешному завершению которого вы сможете получить жетоны, очки и золото. Жетоны могут быть обменены на какие-либо награды, тогда как очки определяют вашу позицию в рейтинге. По окончании охоты у вас есть шанс получить сундук, содержащий дополнительные награды. Также тут осада, завоеватель. Понятно. Опять задание выполнено. Ага. Есть еще один сундук. Вот, уже 20 тысяч солдат мне дали. Хорошо. Ежедневные прогулки. Пока я не могу этого сделать. Улучшение советников. Это мне нужно, блин, два часа с лишним ждать, пока он улучшится. В ближайшее время мне не светит. Но тут уже какие-то это... На 60. 60 очков, да? Сейчас, в данный момент, у меня только 40. Неужели мне надо идти опять воевать? Так, советники. Уровень, таланты, атрибуты. Что я могу с тобой, например, сделать? Ой. Ребят, я его повысил. Это заслужить нелегко. Смотрите, я его повышаю. Так, это он... А здесь что? А, 10 уровней можно, да? Сразу же. Ну-ка. Так. Стоимость улучшения 0 из 2. Пвп уровня 1. Но, по крайней мере, пока он улучшается. Все. Все. Я что, все золото слил? Ё-моё, ребят. Шанс успеха 50% на 100%. Улучшение. Горячая кровь. Талант. Алгебра. А что алгебра дает? Литье из бронзы. Награды. Том атрибутов. Это честь для меня, мой господин. Да? Я надеюсь. Потому что я не знаю, что я сейчас... Я не ведаю, что я делаю. Убеждение. А, книги, книги, книг нет у меня, ребята. Поэтому здесь не получится у меня. А вот здесь... Так, тоже ноль. Опыт. Книги опыта должны быть. Слушай, ну ты у меня должен быть крутой. Нифига, он 34 уровня, ребята, у меня. Вечно лишь только... Я знаю, что вечно лишь только... Непонятно что. Великий султан. Так, задание. Но получал-то. Вот сундучок. Сто тысяч. Ну вот, хоть немножко денег. Если набрать достаточно опыта, то на экране персонажа вы сможете повысить свой уровень. Неужели? Ну спасибо вам большое. Пришло время улучшить имеющихся и нанять на службу больше советников. О, отлично, ребята. Вот они, настройки. Вот он аккаунт, вот он поддержка. Так, где звук? Ё-моё, только под конец нашёл. Спецэффекты. Тут можно музыку вообще, ребята, выключить. Ну, я не знаю, как-то без музыки будет скучновато, наверное. Выбор сервера. Это, ну, в любом случае... Так, аккаунт. Да, ребята, нужно обязательно его привязать к гуглу хотя бы. Ну что же, ребята, вечная слава. Это я, видимо, привязал аккаунт и получаю любимец женщин. Так, что-нибудь мне открыли новенького? Нет, ребята? Смотрим внимательно. Вот, мне открыли прогулку. Центральный рынок. Особняк. Для VIP2 доступен авторежим. Ну, давай зайдём в особняк. Олеса. Милая и игривая любительница кошек и котят. Которой и сам советник Мурат нередко поручает присматрить за своими питом. Это на VIP2. То есть, это покупается, что ли, да? Абди Бэй. Яркий и талантливый балагур. Любимец публики и самого султана. Это что такое? Мне никто не объяснит. Я вышел в особняк. Я с ними сделать ничего не могу. На прогулках по городу у вас есть возможность познакомиться с новыми людьми. Возможно, некоторые из них окажут заметное влияние на вашу дальнейшую судьбу. Девушки. Каждый раз, когда вы встречаете девушку в городе, её близость к вам растёт. А значит, растут и шансы на то, что однажды она сможет полюбить вас и жить с вами во дворце. Удача. Уровень удачи влияет на шанс встречи с девушкой во время прогулки. Удача восстанавливается автоматически по прошествию некоторого времени или же с помощью сфер удачи. Центральный рынок. Хасан Бэй. Искусственный ювелир, содержащий популярный магазин на самой оживлённой улице Центрального рынка. Но я не могу с ними поговорить, ребят. Я не могу здесь ничего сделать абсолютно. Шут. Давай побубним с тобой, а? Агир, помоги. Никто. Просто ноль. Без палочки я здесь. Игнорируют меня. Ой, я ещё пошёл погулять. Чувак решил полетать. В принципе, молодец. Я одобряю. Он сделал себе типа самолётика такого с крыльями. Как помните в своё время был этот Икар. Так, это у нас Ахмед Челеби. Все называют его безумцем, но он им докажет обратное. Что это у вас за штуковина с крыльями? Ахмед Челеби. Действительно. Монастырь. Оу, какие красавицы здесь. Посмотрите. Ну, девушки Востока. Хотя, в принципе, если бы они были бы все красивые, они бы не носили паранжу. Так, никто больше здесь со мной не хочет говорить. Может быть, учёный со мной поговорит? Учёный и изобретатель, чьи идеи во многом опередили своё время и по достоинству будут оценены лишь потомками. Талантливая художница, обладающая выдающимся умом и красотой. Советник Лава. Большой поклонник её искусства. При посещении есть шанс на открытие новой наложницы. Так как же мне тебя навестить-то, ёлки-палки? Столько всяких штук. Прикольных причём, ребята. Ой-ёй-ёй-ёй. Вот как? Почему я не могу с ними? Видимо, я просто гуляю сейчас и никому нет до меня дела. Давай ещё погуляем. Вы кого-то ищите? Надир Ага. Нет, мой друг, благодарю. Я просто хочу немного отдохнуть. Да, ребят, я могу ещё погулять маленько. Так, в особняке. Мандуэль Альберто. Это, видимо, какой-то художник. Не думаю, что видел вас раньше. Я прибыл сюда лишь около недели назад. Так, ну что, энергия у меня закончилась. Ребята, погуляли, как говорится, и хватит. Так, давайте достижения заберём. Простые одежды. Угу. О, гарем, ребят, открылся у меня. Хм, наложницы. Добро пожаловать домой. Спасибо, девочки. Спасибо вам большое, папочка. Рад вас тоже видеть. Джана. Нежно обними меня и повторяй за мной. Как скажешь. Увидав танец и манящую улыбку, Джана и дочери оруженосца пияли паши, хотя бы раз в жизни ты никогда уже не сможешь её забыть. Это точно. Так, ребята, я могу ей сделать, видимо, подарки. Могу её навестить и посмотреть её умения. Ну, пока ничего абсолютно нету. Визит. Посетить эту наложницу? Да, посетить. Я хочу её посетить. Опс. У нас впереди целая вечность. Да ты что, Джана? Ай-яй-яй. Оу. Да ладно. Хорошие новости, мой султан. Джана подарила тебе ребёнка. Не хотите ли посетить её покой? Конечно, хочу. Добро пожаловать домой. Ой, какой малыш. Ну и милашка. Так, изменить имя. Изменить имя. Так, как же, как же, как же нам изменить имя? Я вот не могу понять. Назвать. Ага. Тибор, Карим, Гевр, Бежен. Так, давай назовём его... Так, интересно очень. Я даже не знаю, ребята. Давайте назовём им Карим. Подтвердим. Имя задано. Такой малыш. Прелесть. Так, и что же это получается, ребята? Откройте пять мест для получения автообучения. Улучшить. Тихо, тихо, малыш. Хи-хи, Кейзон. Оу. Это мой наследник, ребята. Восстановить энергию. Нет, пока не надо ничего. Так, смотрим. Чем больше у вас наследников и чем лучше их атрибуты и таланты, тем сильнее они влияют на значение вашей репутации. Атрибуты наследников зависят от значения близости и их матерей. Таланты. Наследников определяет значением близости матери. Каждую ступень таланта повышает максимальный уровень наследника на 10 пунктов. Максимальный уровень – 50. Взросление. У каждого наследника рано или поздно наступит момент вступления во взрослую жизнь. Когда его или ее атрибуты достигнут максимального значения, взрослые наследники имеют возможность сочетаться браком с равными им по таланту наследниками других султанов. Апупеть. Тут еще такая экономика, что любая игра позавидует, ребят, по-моему. Теперь вам доступны наследники. Смотрите, девчонки молодые. Используются для обучения наследников. Наследник. Добро пожаловать домой! Папа, вы должны еще были сказать. Так, наложницы. Добро пожаловать домой! Муж. А это у нас недоступные. Недоступные, но пока недоступные, ребята. Ёлки, сколько их тут? Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сколько их тут? Этих девочек. Брак. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы, наверное, с вами будем завершать на этом нашу серию. Надеюсь, вам хоть что-то стало понятно в этой игре. Очень много здесь всего. Еще сколько много предстоит здесь узнать, ребят. Так что, если вам понравилось, вы знаете, что делать. Ну, а на этом все. Всем пока. Удачи. И до новых, ребята, встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова